Их знакомство произошло более 70 лет назад в стенах Монинской военно-воздушной академии. Лётчик дальней авиации Василий Решетников после окончания войны вместе с Иваном Кожедубом проходили курс переподготовки. Оба ровесники, фронтовые лётчики. У каждого более 300 боевых вылетов и награды. У Василия одна звезда героя, у Ивана три. Он был на командном факультете, на стационарной учёбе, а я был на курсах командиров полков, которые мы прошли за, по-моему, 10 месяцев. Мы частенько ходили вместе, сидели рядом, и он мне на ухо что-то такое достаточно громко комментировал, из-за чего я его в бок толкал, чтобы он сидел тихо. В Монинской академии Иван Никитович оттачивал командное мастерство. Настоящую лётную школу он прошёл на фронте. По числу побед в воздушных боях с ним не мог сравниться ни один советский лётчик. Победоносные звёзды, непревзойдённый АС, добывал на истребителях Ла-5 и Ла-7. Последние сегодня можно увидеть в Центральном музее ВВС, там же, в Монином. На фюзеляже 62 звезды, ровно по числу уничтоженных им вражеских самолётов. 62 победы – это два полнокровных полка. Вот сам один он сбил два полнокровных полка. У него, по-моему, даже нет побед в паре с кем-то. Всё это были его личные, собственные победы. В том числе, среди тех, кого он послал на землю, горящим, был и реактивный самолёт, по-моему, Мессершмитт-262. Это была, по-моему, единственная победа над реактивным самолётом, который в то время появился у немцев. С посёлком Монина Ивана Кожедуба связывало многое. Здесь он встретил свою единственную подругу Веронику, с которой в браке прошёл всю жизнь. Там же, в дачном посёлке, в загородном доме Ивана Никитовича, живёт его невестка Ольга. В год столетия легендарного лётчика монинская общественность, молодёжь и ветераны вышли с инициативой назвать именем Кожедуба улицу в посёлке. Очень рад буду, если это имя будет носить одна из улиц в Монина. Тем более, Монина для него совершенно не случайное место. Оно прочно связано с его именем. Полностью поддерживает инициативу о наименовании улицы и ещё одна легендарная авиатриса, участница Великой Отечественной войны Галина Павловна Брокбельцова. То, что принято решение улицу Монина назвать именем Ивана Кожедуба, это то, что надо, это большая честь, установка бюстов, памятников. Это то, что говорит о памяти наших сердец в противорез тому, что делает Запад. Фальсифицируя историю, уничтожая памятники героев и пытаясь исцелеть эту память. Я надеюсь, мы будем ходить по этой улице. Инициатива назвать именем Ивана Кожедуба одной из безымянных улиц сейчас прорабатывается на разных уровнях, ведь память о героях жива, пока мы о них помним. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова